привет друзья самое лучшее лекарство от бесклевья в глухозимье это рыболовный шоппинг сегодня я сходил магазин и кое-что себе прикупил вот такие были у меня ратлины этот суёки идол 65 с 2 штуки меня всего было один оторвался на коряжке а 2 я поломал сам для фотографии взявший за плавник с окунем огонь трепыхнулся и естественно плавничок отломился все бы так бы ничего раки на недорогие но очень уловисты и есть у меня одно секретное озеро где я приезжают даже после неудачных утренних зорик на других водоемах и всегда там одну две три щуки ловлю именно на этот ратлин и мне просто очень грустно что замены у меня нет и вот сегодня нашлась не воспринимайте это как рекламу потому что я конечно очень неровно дышу фирме цуёки и ловлю практически только на их воблеры уже 14 года но данная модель с производства снята и и больше нет и сегодня абсолютно случайно зайдя в свой магазин я обнаружил вот такие две прекрасные модельки этого воблера ну естественно я не могу держаться чтобы их не купить потому что мне это действительно нужно вот такой вот воблер по мотивам саурус вивро но если идол 70 у меня работает на глубинах от трех метров и больше и имеет своеобразную игру то есть понятно что он вибрирует на проводке но на паузе он ложится на бок и идет кругами и это очень часто соблазняет рыбу на поклевку 65 же он мне сначала вообще не понравился на паузе он просто склоняет голову вниз и тонет и все нет у него никакого нюанса такого красивого но именно на равномерке на глубинах метр плюс минус даже чуть меньше метра чуть больше метра то есть на мель очках забрасываем и ведем равномерной проводкой очень активная игра получается и этот воблер ловит как щуку так и окуня поэтому я думаю сниму размер с вот этого плавничка из плексиглаза сюда вклею потому что без плавника это мертвая приманка вообще игры нет никакой есть раклины без плавничка конечно их большинство но наверное за счет уплощения тут сверху лишь и по другой причине они все-таки играют а именно это та эта приманка вообще игры не имеет плавник здесь очень нужен так что вот такие вот раклины должны быть в арсенале не обязательно эти вообще достаточно легкий раклин в летнюю жару способен сделать всю рыбалку вообще раклины меня работает в основном глубокой осенью наряду с колебалками и джигом в общем надо иметь все и и всегда от нуля можно будет уйти при всяких предпочтениях хищника всем не хвоста и до новых встреч ребята пока